Первый-то был год, от чего отсчёт-то идёт? Не знаю. От Рождества Христова? Не знаю. Вот здоровый дядька не знает. Материть всё научился, за бабами гоняться научился. Надо учиться, а то балбешкой так и умрёшь, в ад пойдёшь, гореть с дьяволом. Разве можно так жить? Не знаю. Пришли, чтобы волю Божию возвестить людям. Волю Божию возвестить. Что Иисус Христос добровольно пошёл на казнь, Сын Божий, и умер за нас. И вас крест, чтобы даровать прощение. Слово Божие определённое говорит. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Как вас зовут? Да вам это век не надо. Как меня зовут? Назови Иван Иванович. Что изменится-то? Всё равно не... Мы же не рядом здесь. Меня мама с папой назвали Алексеем. Алексей означает помощник. Помоги сам себе. Я из Барнаула, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Что изменилось-то? Если ты не верующий, такой и останешься. Тамбовская область, деревня Парижская коммуна. Очень раз вас приветствую. Слава Христу. Слава Богу, я на вас напал. Вот видите как? Мы свидетельствуем, что... Он каким-нибудь занимается. Мы строим... Наконец-то кто-нибудь мне какие-то хорошие слова... Вот мы строим деревню православную. Все верующие. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас первым делом храм построили, школу. Вы простите меня, пожалуйста, как к вам можно обратиться? Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Игнатий Тихонович, вы простите, у меня тоже голова лысая. Ну и что сделаешь? Ну, так Господь нам указал. Ну, так дело Божье, говорит. Но придет время, говорит, ни один волос не пропадет. Все вернется после воскресения из мертвых. Я просто в полиции работаю, мне нельзя бороду отращивать, а так бы... Ну, значит, ну да, уйти из полиции надо уйти. Это не пример. Это образ Божий. И его искажать... Я вот и в армию пришел, у меня на воинском билете даже с бородой. Да вам не надо про меня говорить-то. Мы пришли сюда людям возвестить путь спасения. А наша биография, она никакой роли не играет. Вы можете зайти на наш Ютуб. Вы мне подскажите какую-нибудь умную книжку почитать. Я сейчас сказал вам, не книжку, а вот эта книга книг, о которой сказано. В мире есть одна книга Библии и одна личность Христос. А от нее все остальные... От нее все остальные... Библию считать надо каждый день, Евангелие. Как Серафим Саровский говорит, чтобы он плавал в Евангелии. А можно я чуть-чуть запишу за вами? Вы не ругаетесь? Вы не ругаетесь? Не-не-не, я не ругаюсь. Я можно запишу за вами? Что за мной? Что за мной? Ну, запишу, что вы мне... Вы вот что, запишите. Два слова запишите. Игнатий Лапкин. И в скайпе вы меня сразу найдете. Пишите. У нас огромные ресурсы. У нас огромные ресурсы. Игнатий... Очень мало сейчас чего можно найти серьезного. Так это наше более серьезного не найти. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А вот в Ютубе называется канал наш в Ютубе. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Во свете Библии. И вы в Ютубе есть? Да, огромный, огромный. 18 260 роликов у нас. 60 роликов у нас. Вы, наверное, даже не понимаете, что за цифра такая. А вот у вас сзади, я смотрю, какие-то там полки, какие-то книги там лизат. А что у вас там за книги лизат? Всякие разные. У меня вышло из печати моих книг. 38 томов. Вот скажите, пожалуйста, вот вы, как вы вот пришли к этому? Вы сразу прям вот, вас родители к этому доставили? Значит, коротко так. Я родился в старообрядческой семье Беспоповской. Называется Кержаки. Мама сказала, нельзя в пионеры вступать, в комсомол, нельзя плясать, нельзя посты нарушать. Пить, курить, воровать нельзя. И с женщинами дела не иметь, пока не женишься. Я так сохранил себя и женился. Женился, говорю, в армии отслужил. А когда вернулся из армии, в 23 года, мне в руки дали Евангелие. А я работал на корабле в это время. Я служил в морфлоте. И моя жизнь через полчаса уже была совершенно другой. Я иду этим путем с Библией в руках. 57 лет. 57 лет. Извините меня, пожалуйста, еще раз скажите, как вас получится. Игнатий Тихонович. Извините, пожалуйста. Ничего, ничего, ничего. Вы пишите, как канал называется. Игнатий Лапкин, вы мне сказали. Во Свете Библии канал. Канал. Во Свете Библии, Игнатий Лапкин. Во Свете Библии. Во Свете Библии. Да, Библия, от нее свет идет. Во Свете Библии. Можете сейчас сразу же зайти. Не, ну, вы, Игнатий Тихонович, а можно с вами хоть чуть-чуть ещё пообщаться? Это не такая радость. Пообщайтесь. Дело в том, что у нас очень богатый ютуб-канал. Очень богатый. Понимаете как? А вот если заряете через гугл, сайт, сайт, точно так же, во свете библии Игнатий Лапкин, там мои книги. Игнатий Тихонович, извините, у меня связь пропала, Игнатий Тихонович. Ну ладно, вам сейчас меня слышно? Да, я вас слышу. Игнатий Тихонович, пожалуйста, скажите пока, если вы меня слышите, в чём человеку счастье-то искать на этом свете? Во Христе Иисусе, что Иисус наш друг, Он умер за нас, и Он говорит, что мы верили в Него. Вы можете разговаривать и не ругаться? Конечно, я ни одного мата не скажу. Я и говорю заранее, чтобы ничего не говорили. У вас свет как-то ненормальный, тёмное всё. А у вас лампочки нету. Ах, далёко от вас. Я бы вам дал уж. Пожертвовал два рубля. Мы пришли сюда возвестить великого Бога, великую миссию исполняющую, что Иисус Христос умер за грехи людей и зовёт всех к покаянию. Он воскрес. Он умер и воскрес. И говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Если у вас есть желание больше узнать, вы можете пойти на наши ресурсы. Вот, если зарядите два слова, я могу ключ дать к нашим ресурсам. Два слова, запишите. Два слова, запишите, вы забудете их. Это место разврата и гнусности всяких в рулетку, чтобы напомнить о Суде Божьем, который Бог возвещает через Святую Библию. Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. И говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. Верующий в меня имеет жизнь вечно, а не верующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие Тиана 3.36 Понял. У нас большой YouTube есть. Можете сейчас зайти, я вам скажу, как зайти. Огромный, огромный канал. 18 260 наших роликов. 18 тысяч роликов? Да, и 260. Такого нету в интернете нигде. Даже 8 тысяч ни у кого нету. Офигеть. Да. Ну, просмотров ещё не так много. 44 миллиона только. Всего? Ну вот зарядите. Игнатий Лапкин, «Во свете Библии» канал. Да, нет, спасибо. Извините, как бы это грустно не звучало, но не интересует. Так вы же не знаете, что. Мы же верующие. Вы что, думаете, какую-то пакость сотворят вам? Да нет, конечно. Мы верующие, мы христиане, мы желаем людям блага, чтобы люди Бога знали, жили по-божески. Но, увы, люди так не умеют в наше поколение. Ну, как я вот сейчас одного встретил, вот перед вами разговаривал с одним, Александр звать. Он говорит, у меня большая неприятность. Я говорю, какая? Компания была какая-то их. Ну, видно, небольшая. И она разорилась. И на него теперь долг повесили, там, больше миллиона, наверное. Я говорю, и что? Давай молиться вместе. Мы стали молиться. Я говорю, теперь пойди в храм к священнику, расскажи. Если есть какие-то грошики, нуждающимся, помоги. И Господь тебе откроет двери неба. Плохая ситуация, я скажу. Вот если вы зайдете по скайпу, скайп такая есть тут. Не знаю. Игнатий Лапкин, два слова. Вы на меня выйдете сразу. И я могу скинуть тогда данные всех ресурсов наших. Мы строим с нуля православную деревню, где никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. А такие люди еще существуют? Да, конечно, Алтайский край. А одна деревня, а уничтожено 31 тысяча деревень. Мы получили землю, своими руками все. Строим храм, школу государственную, дома, что требуется для скотины, колодцы копаем, шесть прудов восстановили, дорогу, все за свой счет. Не Путина ругать надо, а самим работать. Но это Путин. Я вот вопрос задаю на раскрутку мозгов. Я говорю, в стране Российской Федерации за время перестройки уничтожено в очреве, в вагине женщины, 120 миллионов детей. И в государстве российском сейчас, и только один глава региона, от какого-то, я хочу вам вопрос задать, какого? Он запретил делать аборты на государственном уровне, как уголовное преступление, как убийство будет рассматривать. Кто это такой? Путин. Да? Вот сейчас, в настоящее время он живой. Живой. А кто он такой? Путин. Так Путин это глава государства. А региона, региона, района какого-то, глава администрации? Без понятия. Не знаете? Нет. Он, правда, у него другая вера. У него книга вот эта главная. Угу. Рамзан Ахматович Кадыров. Герой, герой страны, он герой внутри. Он никого не боится. Он мусульманин. У меня от него благодарность же есть. У меня вышло из печати 38 томов книг, и мы по библиотекам мира развозили. И от него получили благодарность. Вас как звать-то? Лев. Как? Лев. Лев? Лев. Лева. Лев. Ну, тебе не надо переводить, имя понятное. Ты будь как лев против всякого греха. А львом называется Христос из колена Иудина. И дьявол называется лев, рыкающий, ищущий, кого поглотить. Вот каким ты львом будешь? Тот, который добрый. Ну, для добра, если хочешь, быть чадом Христовым. Надо уверовать. Жить для Бога. И такие молодые львы называются скимны. Скимны. А в переводе? Ну, активный львенок. Да? Да. А дословно, это есть такое имя Гурий. Гурий и львенок. Угу. Итак, хлеб, если желаешь узнать больше и быть не в ногах у дьявола, а поборать его, заходи на наш скайп, на скайп, а потом на наш ютуб «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А вы сможете скинуть ссылку на ютуб? Ну, зайдите. Сейчас же. Напишите канал «Во свете Библии». Нет, он не сможет ссылку скинуть. А, не сможет. Я не расслышал. Нет. Он где-то ссылку можете скинуть на ютуб. Никак. У меня клавиатура закрытая. На ней установка тут стоит. Ага. Хорошо, я сейчас сам зайду. Так, ну, сами запишите, легко открываются. Как еще раз? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Так я не говорю про сайт. Там 50 книг моим голосом насчитано аудио. Нет, я в поиске ютуба. Ну, вот «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 18 тысяч 264 видео. Да. Да, я вас нашел. Да. А про общий просмотр 44 миллиона. Мы не получаем деньги, хотя тут как монетизация называется. А почему бы вам не начать получать за это деньги? Понимаете, у нас очень большой ресурс. Если от нас не будет какой выгоды, они живо с нами расправятся. Мы молимся за администрацию ютуба и прочее. Ну, у нас ни одного замещания нету сегодня. Я начальник детского лагеря, был 475 роликов про лагерь только. Сейчас вот вопросы, которые я студентам отвечал. Я вел занятия в пяти университетах. 4 124 новых ролика появляются. И вы увидите там что. Они показаны что. Отдельно мусульманцы. Там видите какие картинки? Вот так. Они коротенькие такие. А где занятия идут, там бывает и полтора часа, и два. Это... Затем, чтобы людям вознести в поле можно. Похоже? Да. Мы все делаем бесплатно. Деревню восстанавливаем. 26 лет. 28. И ни рубля не получили. За свой счет. Школа, храм. Все за свой счет. Мы работаем. Живут от того общества. Там... Ну, что-то посадят для себя. А вы знаете, кто эту рулетку изобрел? Кто? А, не знаете? Мальчишка-двоечник. Иные говорят 17 лет, а я на том думаю, что 15 лет было. Потому что он школу не окончил еще. Андрей Терновский. А он говорит, у меня одни двойки, говорит. Я думаю, экзамены не сдам. Надо что-то думать. И придумал вот это клака. Здесь половина мужиков голые. Безобразие творят, совокупляются. И анонизмом занимаются. Что попало? Да, это плохо как бы. Так как сюда еще дети заходят. И как бы на психике это тоже отражает. Мы должны сказать, что людей ожидает за это. Согласно закону Божия, вечный огонь с дьяволом в огне. Ни один прелюбодей, ни один развратник, наркоман в царство Божие не войдет. Они все идут. А кто верит во Христа, с Богом. Правильно. Ну что, Лев, расстаемся тогда? Да, хорошо. Заходи по скайпу, меняющий Игнатий Лапкин. Хорошо. С Богом. Да благословит тебя Господь, от всякой беды да сохранит. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.